Здравствуйте, с вами Дмитрий Клещев. На днях губернатор Пермского края внес в законодательное собрание проект бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Это первый полноценный бюджет новой команды губернатора. И то, какие изменения в нем произошли по сравнению с периодом Басаргина, очень интересны. Мы сравнивали не плановые или фактические показатели текущего года, а план 2018 года, который был зашит в прошлый бюджет и новый результат планирования. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, и Максим Решетников об этом активно говорит, что бюджет стал более инвестиционно ориентированным, то есть планируется нарастить инвестиции будущей трехлетки до 14 процентов, и уже в 2018 году они должны составить почти 11 процентов. Всего предполагается, что бюджет 2018 года вырастет по сравнению с планом годовой давности на почти 14 миллиардов рублей. Всего консолидированный расходный бюджет на 2018 год теперь составляет 121 миллиард рублей, тогда как раньше планировалось, что он не будет больше 107 миллиардов рублей. Наиболее интересным выглядит, кто из распорядителей бюджета выигрывает от его увеличения. Существенно в процентном соотношении увеличиваются расходы следующих органов власти. Министерство информационного развития и связи, Минприроды, Региональная служба по тарифам, Министерство общественной безопасности. Последнее стало лидером роста, так как подконтрольный бюджет вырос в 32 раза. Сокращение расходов произошло у Министерства финансов и администрации губернатора. У последней практически в три раза. Эти изменения демонстрируют смещение приоритетов в управлении краем. Также нельзя не отметить, что упростилась программная структура бюджета. Вместо 26 госпрограмм, многие из которых были ну очень небольшими, осталось 14, 19, что уже значительно лучше. Но пока еще остаются программы с бюджетом менее 1% от общего объема финансирования. Например, общество и власть. То есть над улучшением программного управления еще стоит поработать. Чем же обеспечиваются такие расходы? Суммарный рост доходов близок к росту расходной части бюджета, но они выросли чуть больше – 13,7% по сравнению с 12,9%. Наибольший вклад в рост доходов оказали межбюджетные трансферты. Они выросли в 4 раза. Также запланирован рост собственных доходов на 4 миллиарда рублей. В основном за счет ключевых статей – налога на прибыль, а также акцизов и налога на имущество организаций. Последний активно растет и, по мнению губернатора, должен стать третьей ногой бюджета, наряду с налогом на прибыль и НДФЛ. Как раз вторая нога НДФЛ уменьшилась. Планируется собрать на 400 миллионов меньше, чем было в планах прошлого года. И рухнули планы по доходам от использования собственного имущества. Практически в 30 раз. В целом нужно признать, что делается именно то, что нужно для грамотного управления краем. Так как в первую очередь данный бюджет устраняет застарелые и очевидные проблемы управления. Низкую долю бюджетных выступлений с федерального бюджета, слабое применение налоговых новелл. А оценка имущества по рыночной стоимости как раз один из простых способов увеличения доходов бюджета. Не все эти шаги приятны, в том числе и для рядового гражданина. Но они неизбежны и необходимы. Поэтому если динамика изменений сохранится, то мы надеемся на улучшение государственной системы бюджетирования. Вместе с тем, пока еще остаются проблемы, которые были свойственны ей последние годы. Наверное, наиболее существенное – это асимметричность предоставления информации. Есть статьи бюджета, которые гипердетализированы, то есть вплоть до сотен рублей. А есть статьи, где за одной строкой скрываются миллиарды рублей. И оценить, есть ли там ошибки или нет, стороннему наблюдателю практически невозможно. Например, отчисление Фонд обязательного медицинского страхования, которые прописаны одной строкой размером в 12,7 миллиарда рублей, где как раз такая детализация отсутствует. Также рассчитываем, что в прошлое уйдет практика недовыполнения расходных статей бюджета, так как раньше фактические показатели по некоторым программам могли не дотягивать и до 50% от плановых. Но в любом случае представленный документ вселяет надежду на повышение качества управления в крае и на смещение приоритетов на инфраструктурные инвестиции. Пожелаем успеха правительству и теперь будем ждать результатов обсуждения в законодательном собрании данного документа. А теперь к другим новостям. Продолжается работа над главным финансовым документом региона. Общественная палата края одобрила проект бюджета при Камье на ближайшие несколько лет. Теперь документ поступит на согласование депутатам законодательного собрания. Напомню, что по планам правительства края бюджет региона должен стать профицитным к 2020 году. Общественники отметили, что его социальные расходы составят 75%. Основное направление строительства дорог, больниц, детских садов и школ, газификация, сельское хозяйство. Так планируется потратить 130,5 миллиардов рублей на медицину, 102 на образование. Эти цифры за три года. До 500 миллионов ежегодно будет выделяться на расселение ветхого и аварийного жилья. На ремонт и строительство дорог предусмотрено 33 миллиарда рублей. Это объекты в Перми, Пермском крае, улица Строителей, развязка героев Хасана, Транссиб, обход Чусового и дорога Соликамск-Березники. Бюджет должен получить одобрение краевого парламента до наступления новогодних праздников. Задолженность по заработной плате в Пермском крае за месяц с 1 сентября по 1 октября этого года увеличилась в 3,5 раза. В денежном эквиваленте она выражается суммой 23,5 миллиона рублей. Наибольший объем задолженности приходится на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях и лесозаготовки. Это 70 процентов от общей суммы задолженности. Численность работников, перед которыми организации имеют долги по заработной плате, составила 1686 человек. В расчете на одного работника сумма задолженности выражается суммой менее 14 тысяч рублей. Просущенную задолженность по заработной плате имели организации трех муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по Краснокамскому муниципальному району. В законодательном собрании Пермского края состоялись заседания рабочих групп по подготовке ко второму чтению законопроекта, касающегося изменений в налогообложении имущества организаций и физических лиц. Напомним, с 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, дающие право субъектам Российской Федерации в отношении объектов недвижимости применять исчисление уплату налога на имущество с кадастровой стоимости. На заседании рабочей группы приняты поправки, которые предполагают в целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки на застройщиков предусмотреть период по истечении одного года, в течение которого квартиры, предназначенные для реализации, не облагаются налогом. Этот вариант считается более мягким для предпринимателей. Также предлагается в целях обеспечения плавного перехода к новому порядку налогообложения для собственников торговой и офисной недвижимости установить ставку 1,5% с ее поэтапным повышением до 1,8%. Законопроект рекомендован для рассмотрения во втором чтении на предстоящем пленарном заседании. На этой неделе в Пермском отделении Центробанка России пройдет День открытых дверей. В субботу здесь будут работать открытая и закрытая зона для посетителей. В открытой зоне фойе главного корпуса на улице Ленина 19 на площадке под открытым небом посетители смогут поближе ознакомиться с деятельностью Банка России, пообщаться со специалистами территориального управления банка. На площадке под открытым небом можно будет узнать о работе инкассаторов, осмотреть спецмашину, примерить амуницию, услышать рассказ о работе специалистов этой профессии и даже поучаствовать в исценировке погрузки денег. И, конечно же, сделать фотографии на память. Тремяки не только смогут удовлетворить свои любопытства, но и получить консультации. Банк России преследует более широкие цели. Прежде всего, это повышение финансовой грамотности нашего населения. В закрытой зоне в течение дня будут действовать четыре интерактивные площадки, где речь пойдет о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков, о правилах использования платежных карт, о безопасности в финансовой сфере, об истории финансовой сферы Прикамья. Организаторы предупреждают, что вход в закрытую зону будет по предварительной записи. Запись проводится в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 2-18-72-50. Столица Прикамья в третьем квартале этого года по размеру средней заработной платы оказалась на 12 месте среди городов-миллионников России. Размер средней заработной платы в Перми по вакансии среди всех категорий авиторабота составил 28 700 рублей в месяц. Это 57% от аналогичного показателя в Москве, где традиционно предлагают самые высокие зарплаты в России. Во втором квартале в Перми самой высокой на фоне столицы оказалась средняя зарплата в категории ЖКХ эксплуатации. Она составила 26 300 рублей в месяц. Это 63% московского дохода по вакансиям для сотрудников в этой сфере. А самая низкая по сравнению со столицей средняя заработная плата зафиксирована в категории домашний персонал 15 300 рублей в месяц или 30% от московских зарплат в этой категории. Охотиться нужно по правилам, иначе можно получить срок до двух лет колонии. В частности, это ждет тех, кто ради выгоды использовал свое служебное положение или действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. В остальных случаях можно отделаться штрафом. Подробности узнаем от специалистов. Незаконно считаются охоты безнарщ trajee ж of a разрешение, в том числе с опросовоченным разрешением, добычей двери или птицы сверху, условные разрешения нотмы, или где проводят добычей которых выгонят разрешения, либо с нарушением основных разрешения сроков, или не в тех местах, которые указаны в разрешении. Также незаконной являются охоты в запрещенных местах, в запрещенные сроки, в запрещенными орудиями, способами, в том числе осуществляемых лицом и не имеющим права на охоту, либо получивши разрежение без необходимых оснований, за законом путем. Одним из обязательных условий является причина Куда ущеба? Минприрода считает, что решить проблему могло бы дополнительное госурегулирование. В документе ведомства отметило, что, например, до сих пор окончательно не урегулирован вопрос нормирования авиашума, а действующие законы большинства субъектов Российской Федерации не регулируют нарушение тишины в дневное время. В Роспотребнадзоре в свою очередь отметили, что только половина жалоб на шум подтверждаются. В России действуют нормативы для территорий, прилегающих к жилым домам по предельно допустимому уровню шума. Для ночного времени он составляет 45 дБ по эквивалентному уровню звука, но, например, в Москве, по данным Минприроди, до 70% территории подвержены сверхнормативному шуму от различных источников. Напомним, что в Прикамье в октябре ужесточили закон о тишине. К времени покоя добавили час. Теперь шуметь нельзя по будням после 22.00 до 7 утра и по выходным с 22.00 до 9 утра. Ранее тишина начиналась в 23.00. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Клещев. Всего вам доброго!